Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители физической культуры и спорта! Наконец-то свершилось то, о чем мы мечтали очень давно, о чем мы грезили в наших снах. Есть программа, отвечающая всем требованиям спортивной инфраструктуры сегодня. Она называется «Реальный спорт». Добро пожаловать на пилотный выпуск! Благодаря поддержке губернатора Ульяновской области, Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, с субсидиям, которые были выделены Олимпийскому совету, свершились наши мечты. И мы вас рады видеть на первом ее выпуске. «Реальный спорт Ульяновск». И для того, чтобы стартанул наш пилотный проект максимально успешно, мы пригласили самого главного человека в спорте. Я рад вам представить министра физической культуры и спорта Ульяновской области Рамиля Евгеньевича Егорова. Рамиль Евгеньевич, добрый день! Добрый день! Добрый день, Илья! Рад всех приветствовать. И хотелось бы, в первую очередь, поздравить всех зрителей, всех спортивных, все спортивные организации, всю спортивную общественность с тем, о чем мы давно мечтали. Это о создании своего канала «Реальный спорт», о своей программе. И будем надеяться, что это будет топовый выпуск, над которым работает очень большая команда. Спасибо! Спасибо большое! Мы постараемся выдержать эту высокую планку, которую нам поставили, и радовать жителей нашего региона спортивными новостями с пылу с жару. Старт уже дан, и я предлагаю перенестись на биатлонную базу «Заря», где наши корреспонденты уже работают на Кубке России по биатлону. Вместо застолья – на лыжню. Владимир Заикин необычно празднует свое 60-летие. Во-первых, не в родном Балакова Саратовской области, а в Ульяновске. А кроме того, не с бокалом вина в руках, а на лыжах и с биатлонной винтовкой за плечами. В 40 лет на лыжне, в 50 лет на лыжне с друзьями, и в 60 вот повезло так, что опять я в кругу друзей, опять соревнования. Я очень рад, что могу принимать участие, что ребята поддерживают меня. Все такие же бодрые, приходят с ними соревноваться, настраиваться. Не так-то просто с ними соревноваться. Впрочем, соревнования, что прошли на биатлонной базе «Заря» у Ульяновска, не в честь юбилея Заикина. Это очередной этап Кубка России среди ветеранов биатлона, среди тех, кто старше 35-ти. Почти полсотни спортсменов из 11 регионов страны вышли на старт спринтерской гонки и масс-старта. Семь зачетных групп у мужчин и одна объединенная у женщин. Конкуренция, конечно. В первую очередь, конкурируешь сам с собой. Это однозначно. Ну и, конечно, у нас тоже в группах есть своя конкуренция, есть свои лидеры, есть... Статистов нет, потому что если ты уже бегаешь в таком возрасте, ты уже не статист. Состязание ветеранов в Ульяновске – традиция последних нескольких лет. За это время погода не раз испытывала участников на прочность. То мороз 30 градусов с сильным ветром, то весенний – отепель. Но на этот раз зима настоящая, снежная, а температура воздуха – около 5 градусов мороза. В этом году повезло, конечно, как никогда. Но мы все равно пришлось нам в середине ноября уже делать искусственный снег, основной подушка. А потом, конечно, со снегом в этом году никаких проблем нет. Работать и работать. Ну и техника у нас в этом году, новая техника, гораздо тяжелее и сложнее, и все, мы справились со снегом. Старшим – 6 километров с двумя огневыми рубежами. Тем, кто помоложе – те же две стрельбы, но 7,5 километров полыжнее. За каждый промах на рубеже – 150 штрафных метров. Без промахов со стрельбы еще не ушел никто. Одним из самых метких оказался ульяновец – Вадим Трифилов. По одному промаху на лёжке и стойке. А лететь по дистанции помогли новые лыжи. Лыжи – это просто, скажем так, хорошее пособие. А если ты готов, лыжи просто помогают тебе работать. Сегодня угадал со смазкой, угадал со структурой. Получил огромное удовольствие от гонки, потому что лыжи просто помогали мне бежать. Кроме Трифилова, призерами спринтерской гонки в ульяновской команде стали Дмитрий Осокин и Валерий Синеркин. Среди победителей в одной из других возрастных групп – саратовец Михаил Бутырин. На масс-старт он выходит при поднятом настроении. Это одна из самых любимых его дисциплин. Контактная, непредсказуемая гонка. Все на последнем рубеже решается. Непонятно ничего. Идешь, идешь, первый, вам раз и все. Или наоборот. Да, сегодня немножко свежий снег, он нес корректировку в скольжение. Скольжение не было таким, как вчера. Вчера чуть пожестче трасса была, и скольжение было получше. На пару с представителем Алтайского края Олегом Полянским Бутырин устроил настоящий гоночный триллер. И судьба первого места, которое они разыграли, решилась на стрельбище. Первые два огневых рубежа из четырех саратовец прошел чисто, а его соперник промахнулся дважды. В заключительной стрельбе Полянский подобрался к лидеру на расстоянии вытянутой руки, но отыграть упущенный в самом начале мост-старта не удалось. Не, ну здесь, конечно, составляющих две, и бег, и стрельба. Но как показал сегодняшний гонка стрельба, как бы основополагающий момент оказался. Еще более упорная борьба за место на пьедестале получилась между ульяновцем Сергеем Бурмистровым и ствердлочанином Сергеем Мишкиным. Гость из Екатеринбурга на четырех огневых рубежах настрелял девять промахов, а хозяин трассы семь. Поэтому штрафных кругов бежал меньше, а значит и сил на финишный рывок у него оказалось больше. В итоге у Бурмистрова полсекунды преимущества над конкурентом и серебряная медаль. У Мишкина только бронза. Ну, тем не менее, Сергей очень сильный соперник. Мне с ним всегда бороться тяжело. Вот, сегодня получилось тактически, наверное, выиграть его. И на финише где-то там какие-то доли секунды, наверное, были на моей стороне. Кроме саратовцев и ульяновцев, победителями четвертого этапа ветеранского Кубка России стали представители Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Татарстана и Свердловской области. Уже меньше, чем через месяц, в конце февраля им бороться за медали чемпионата России. Он пройдет в Рязани. Ромель Евгеньевич, не могу не задать вопрос, который волнует практически всех жителей нашей страны, особенно спортсменов. Как сказался ковидный период в нашей отрасли? Ковид хочет начать с того, что я начал свою рабочую деятельность, с того, что первым приказом мы закрыли спортивную школу. Это так получилось, но это не мы в этом виноваты. Но спасибо большое нашим федерациям, спасибо нашим подвесным учреждениям, что мы в кратчайшие сроки сумели переориентироваться, ушли в онлайн, начали проводить тренировки на расстоянии. И в этом заслуга здесь, конечно же, всей общественности. И в том успех, наверное, спортсменов, в том, что мы принимаем любые проблемы и со стойкостью ее преодолеваем, чем мы и доказали на последующих стартах на аренах, которые мы впервые в России открыли. И доказали это медалями и кубками, которые есть у наших спортсменов. И это говорит о том, что мы действительно справились. Да, это был для нас новый, новый период, но мы победили, мы живы, самое главное. И сейчас нас ждут новые победы уже. И призываю всех только вперед, несмотря ни на какие-то пандемии, спорт он выше всего. И только физкультура именно лечит и спорт. Поэтому думаю, что мы преодолеем и дальше, и будем побеждать, и завоевывать новые медали для нашего региона. Поэтому всех призываю заниматься спортом. Направление более чем поддерживаю, все вперед и занимаемся спортом. И, кстати, в этом ключе есть предложение, это будет следующий наш сюжет, предложение Федерации плавания Ульяновской области. И я предлагаю перенести сейчас в спортивный комплекс «Торпеда». Пловцом великим можешь ты не быть, но держаться на воде обязан. Таков негласный девиз регионального проекта «Всеобучь по плаванию». Реализуемый в рамках программы Международной Федерации плаваний для всех плаваний на всю жизнь, он направлен прежде всего на первоклассников и второклассников. Они закаливаются, они обучаются, они в дальнейшем, после просмотра тренеров, они могут пойти в спортивные классы. И еще в-третьих, наверное, что немаловажно, это родители. Посмотрев на детей, они сами могут ходить в бассейн. У Региональной Федерации плавания на этот проект амбициозные планы. Научиться держаться на воде практически всех ульяновских мальчишек и девчонок. Для этого во всех бассейнах региона, а также в школьных бассейнах, планируют организовать уроки плавания, которые будут вести опытные инструкторы. И платить за это родителям не придется ни копейки. «В этом году в волосной бюджет заложил уже 5 миллионов рублей. Городской бюджет города Ульяновска заложил первые полтора миллиона рублей. Димитровград пока, к сожалению, не заложил ни копейки. Но вода камень точит. Постепенно все бассейны должны быть наполнены детишками». От 12 до 15 школьников в одной учебной группе. Авторы проекта уверены, только в этом случае занятия по обучению плаванию будут плодотворными. Периодичность 2 45-минутных урока в неделю. И через полтора месяца, то есть через 12 тренировок, любой ребенок, гарантируют специалисты, уже будет уверенно держаться на воде. «У всех это индивидуально. У некоторых детей присутствует чувство страха, они чуть дольше обучаются. А в общем 12 часов дети хорошо обучаются держаться на воде». На минувшей неделе в нескольких ульяновских бассейнах прошли первые занятия всеобуча по плаванию. В ближайшее время рассчитывает областной федерации к проекту подключатся специалисты бассейнов в муниципальных образованиях региона. Ромей Евгеньевич, позвольте спросить еще один вопрос, который волнует меня лично и всех жителей нашей области. Вы самый молодой министр в России по спорту? «Да, я самый молодой министр всей нашей страны. Провели специальную аналитику, потому что мне это интересно. Действительно это так. И когда я был назначен, у меня был 31 год. Но энергия, идеи, мысли, которые есть у нас, у нашей команды, они отвечают не только, наверное, тем требованиям, которые сейчас есть. Тем тенденциям, которые сейчас следуют у нас в Российской Федерации. Энергии у нас больше, чем цифры в паспорте. Поэтому я думаю, что все получится. И мы реализуем все задуманное. А сейчас снова небольшое приключение. И я спешу вас познакомить еще с одним значимым событием Ульяновской области для нашего спорта. Внимание на экраны. В Ульяновском регионе сменилась футбольная власть. Новым президентом Федерации футбола Ульяновской области избран 46-летний Олег Асмус. В прошлом министр экономики. Сейчас генеральный директор Центра стратегических исследований. Мы заслушали общественное мнение. Приняли участие в предварительном совещании. И поняли, что народ поддерживает Олега Владимировича Асмуса, который представил свою концепцию развития футбола на территории Ульяновской области. Она была поддержана обществом. И поэтому сегодня проходит именно отчетно-выборная конференция нового руководителя Федерации. Программа развития футбола, представленная Олегом Асмусом на суд внеочередной конференции, впечатляет. Реализация проекта «Футбол в школу» уже обговорена на уровне Министерства образования региона. Увеличение заработной платы тренером. Выход чемпионата Ульяновской области на качественно новый уровень с участием более 20 команд. Создание в регионе профессиональной команды мастеров по мини-футболу за счет реконструкции ОСК «Новое поколение». Есть у Олега Владимировича и реальные предложения, механизмы по привлечению внебюджетных средств на профессиональный футбол для нашей любимой «Волги». Все это вписывается в современную стратегию развития футбола в России. Нам необходимо исполнять четко согласованное соглашение между Дюковым, президентом Российского футбольного союза, и губернатором Ульяновской области Сергеевичем Морозом. Там есть четкий индикатор, четкие показатели того, как должен развиваться футбол, то, как должен развиваться детский и юношеский футбол на территории нашего региона. Вы знаете, что мы сейчас строим большой футбольный дом, наш футбольный манеж, который уже в 2022-2023 году мы сдадим. И все футболисты, вся наша организация будут находиться там. Поэтому очень большая работа, она очень ответственная, и поэтому я надеюсь, что Олег Владимирович отнесется со стопроцентной отдачей к этой деятельности. За «Асмоса» участники конференции проголосовали практически единогласно, при одном из державшимся. Новый президент Федерации своей идеей планирует реализовывать, объединив усилия всех заинтересованных сторон. При этом состав исполкома новой боевой командой обновлен почти на стопроцентов. Ну, наверное, если бы не был уверен, я бы не ввязывался в эту битву, поэтому я полон тела, амбиции и желания. По крайней мере, у меня создалось впечатление, прорабатывая предварительно, все-таки я месяца три к этому готовился, встречался абсолютно со всеми. Никто не даст соврать, что я выслушал каждого, поговорил с каждым о своей идее. У меня нет сомнений в том, что мы это дело реализуем. Футболом в Ульяновской области занимается более 19 тысяч человек. В нашем регионе, как и во всем мире, это один из популярнейших видов спорта. Не случайно, что в конференции принял участие глава региона Сергей Морозов. Губернатор высказал уверенность, что ранее заложенный фундамент в виде новых и отремонтированных стадионов, создание двух футбольных школ, дальше будет только крепнуть и расти. Особое внимание Сергей Иванович попросил уделить муниципальным образованиям, где футбольная инфраструктура на сегодняшний день пока слабая. Но именно там скрыт наш потенциал. Например, в Новоспасском районе. И хочу сказать о том, что при какой-то целеустремленности можно всегда достичь хороших результатов. Я надеюсь, что и Новоспас в ближайшее время нас порадует более профессиональным футболом и открытием по-настоящему профессионального футбольного стадиона. А в целом хочу вас еще раз всех поздравить с тем, что теперь у нас есть президент федерации. У него будет масса работы. И я надеюсь, что эта работа будет для него в радость. Ну что ж, вот и завершился в темпе наш забег по пилотному выпуску первой программы «Реальный спорт». А какие еще ключевые события реального спорта ждут нас в будущей неделе, вы узнаете из наших следующих выпусков. До встречи на спортивных площадках города «Реальный спорт Ульяновск». Реальный спорт Ульяновск.